За свое тело скажу. Я знаю, что мое тело совершенно красиво и прекрасно, я в это верю. Если я скажу, что иногда, если ты думаешь, что ты уродливый или ты некрасивый, послушай, это тогда дьявол говорит тебе, что ты такой. На самом деле Бог сотворил каждого человека уникальным и красивым. В тебе нет ничего некрасивого, если же ты сам себя не делаешь некрасивым. И в принципе, я за себя скажу, за свой. Мне нравится мое собственное тело. Я бы не хотел на себя что-то вешать, потому что даже я согласен с апостолом Павлом, который сказал, как христианин должен вести себя аккуратно, опрятно одеваться. То есть я для себя этот взял принцип. То есть я понимаю, что Бог меня создал без изъянов, все, что во мне есть, мне экстра никакие там не надо, члены мое тело там экстра сюда-туда подвешивать, худеть там, поправляться. Я себе самому нравлюсь. Я знаю, что Бога это удовлетворяет. Я могу ему служить этим. И люди могут видеть через мое служение. А остальное, я думаю, мне все равно как-то, это лично мое мнение. Но если ты же чувствуешь это, то действительно разберись, как Вадим говорит, разберись между собой и Богом, что действительно, если Он скажет тебе насчет тебя. Но я думаю, дьявол всегда говорит что-то негативное. Мне просто одно, мне почему интересно насчет татуи было, потому что у меня давно в Литве был друг. Whatever, he's American, he came from America. И у меня раз, he wasn't against tattoos, and I'm like, why? He's like, ну потому что he knows a Christian guy who got a Christian tattoo on the back, like John 3.16, in the scripture. И что-то с ним случилось, его избили, там что-то, и он попал в тюрьму, и он ничего о себе не понял, не помнил, but guys are like, oh, you have a tattoo, what does this mean, you know? And it actually like brought his memory back, and he remembers that he's a Christian, and он проповедовал через это, so that was like, kind of interesting. Я просто хочу сказать, что в Библии есть место, сейчас не смог найти, что говорит, я думаю, что все мы его помним, что говорит, то, что ценно в этом мире, в глазах Бога, это является мерзостью. И я хочу сказать, в нашем мире очень ценно сейчас делать tattoo, очень ценно сейчас вешать персинг на уши, на нос, и на другие части тела, не будем рассказывать, которые... Это круто! Это ты, когда выходишь, у тебя майка вот до сюда, особенно у девчата там все висит, все видно, у пацанов штаны до самого низа, это круто! Я хочу сказать, ребята, нам, как христианам, в глазах Бога, это мерзость! Ай? То же самое с одеждой, то же самое с... Ай? Нет, ты должен купить красивую одежду, а не пацаны вот с такими штанами, которые вот отсюда начинаются. Так, извини меня, купи на размер чуть-чуть меньше, и они будут вот тут держаться, они будут спадать. Все-таки, что мы можем делать, да, вот, чтобы действительно христианство, оно, чтобы люди, в следующий раз, когда мы сделаем этот месседж, они будут говорить что-то по-другому. Да, Бен? What is really interesting is my brother, he's in a band, and it's a Catholic band, and their main singer, he got in an accident, and the insurance basically sent him money, like you know how we usually do, and what he did is, he fixed the car, and the money that he had left over, he sent it back to them, and I think that's something that Christians should do, даже маленькие такие вещи, и что русские люди были очень плохие, мы пытаемся, наоборот, получить массажер и получить больше денег. О, я имею правильный пример. Одна девчонка, значит, ее муж, миллионер, можно сказать, да? Она ходила в колледж, и что она сделала? Она не сказала, что ее муж-то миллионер или кто. Просто бедненькая, короче, бла-бла, давайте мне финансовый айд. Ей давали много финансовый айд, но в итоге отказали, потому что покопали, покопали и узнали, что муж – миллионер. Она это не указала, и они им столько финансовый айд давали то, что не должны. И что в итоге произошло, что ей отказали финансовый айд, ее выгнали из класса, она почти закончила на медиков, на нерс. Ее выгнали, ее никуда не берут на работу за то, что она соврала. И, в-третьих, ее заставили заплатить все финансовый айд, который ей эти годы платили. И это человек-христианин, понимаете? Поэтому аккуратно в этих вещах. Я думаю, что в мире очень много таких нехороших экземплс. Поэтому мы должны быть всегда светом. Мы должны всегда помнить, что бы мы ни делали, мы должны помнить, кто мы есть. И Иисус, он однажды сказал очень интересную фразу, что говорит, как же это место, что из вас потекут реки воды живой. Кто помнит это место? Давай мы сейчас попробуем открыть его. Если Илюха не ошибается, это Иоанна 7.34, да? Иисус говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Кто мечтает, чтобы я как христианин, чтобы из Меня текли реки воды живой? Кто может сказать, что у него уже текут реки? Кто может смело сказать, что из меня уже текут реки? Капает, да. Послушайте меня очень внимательно, ребята, те, кто называют себя христианами, подростки, взрослые. Давай мы прочитаем чуть-чуть ниже, что там будет написано. Кто знает, что там дальше написано? Вот интересно, что все помнят это место, но никто не знает, что написано дальше. А дальше там написан ключ, который мы пропускаем. Слушай внимательно. Послушайте меня очень, очень внимательно сейчас. Просто перестань отвлекаться, ребята, особенно на задних рядах, кто сейчас смотрит на маленьких детей. Послушайте меня очень внимательно. Мы как христиане. И говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Реки, это было сказано о том, когда Дух Святой сошел на людей. Кто имеет Духа Святого на себе сейчас? Кто имеет Духа Святого? На кого сошел Дух Святой? Подержи руки, не стесняйся. Подержи, подержи, не бойся, подержи, пять минут подержи. А теперь послушайте очень внимательно. Если ты имеешь Духа Святого внутри себя, то реки воды живой уже текут в тебе. Почему? Еще раз считаю. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять. Мы уже приняли Духа. Мы уже имеем Иисуса Христа. Мы уже имеем Дух Святой внутри нас. Я хочу сказать, что уже реки воды живой текут через нас. Мы просто не верим в это. Мы просто забываем это. Но на самом деле, если я принял Духа Святого внутри себя, мои уста уже начали течь реки воды живой. И теперь просто представь себе, когда Дух Святой зашел в тебя, когда ты уже имеешь эти реки воды живой, и вдруг среди этих рек мешается плохое слово, попадаются неправильные веб-сайты, смотришь плохие фильмы. Послушай, это река воды живой, она мешается. И твои уста уже не текут. Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Поэтому помни, если ты имеешь Дух Святой, ты уже имеешь эти реки воды живой. Вот почему, когда ты приходишь к неверующему человеку, когда ты стоишь к нему и говоришь, и Дух Святой касается его, не потому что ты умеешь так красиво говорить, потому что Дух Святой живет внутри тебя, и потому что эти реки воды живой уже текут в его жизнь. Ты не видишь помазания, ты не видишь Бога в этом общении, ты не чувствуешь ничего. Но из-за того, что Дух Святой внутри тебя, уже эти реки воды живой идут наружу. Вот поэтому, когда мы как христиане выходим из церкви, с наших уст уже текут реки воды живой. И просто задумайся на секунду, если я что-то делаю там, в этой темной комнате неправильное, если я где-то грешу. Просто посмотри, какой источник будет, какая чистая живая вода, что она станет? Она станет нести грязь, мусор. Поэтому мы как христиане просто должны помнить, во-первых, что мы уже имеем эти реки воды живой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!